Совет директоров Слав Шостобоев, заместитель председателя правления группы компании «Эксперт». И Дмитрий Фомин, основатель и генеральный директор сети многопрофильных клиник «Доктор Фомин». Добрый день. Да, добрый день, коллеги. А начать нашу встречу хотел бы вот с таких размышлений. Буквально недавно закончился Питерский международный экономический форум, и на мой взгляд там было два интересных таких сообщения. Ну, во-первых, греф на завтраки Сбербанка обозначил очень такие беспреспективные периоды в нашей стране ближайшие 10 лет. Что для того, чтобы восстановить экономику, потребуется минимум 10 лет, если не будет каких-то серьезных структурных изменений. Какие будут структурные изменения и будут ли они, тоже пока вопрос открыт. Ну и второй важный момент уже обозначил президент, что этот год будет закрыт с профицитом бюджет 3,3 триллиона рублей. На мой взгляд, если сопоставить эти два фактора, то, скажем так, перспективы для рынка частной медицины достаточно непростые. То есть мы видим, что в условиях стагнирующей экономики будут сокращаться реальные доходы населения. Тот же греф обозначил, что только в мае закрыли 60 отделений Сбербанка, приблизительно столько же закрыли отделения другие банки. До конца года около 100 тысяч банковских служащих, а это потенциальные пользователи рынка платных медицинских услуг, окажутся без работы. В то же время госсектор имеет серьезную поддержку, бюджет будет выполнен. То есть есть заделы для того, чтобы увеличить затраты на здравоохранение. Вот с этой оценки, ваше мнение, какое вообще сейчас состояние вашей компании на рынке платных медицинских услуг? Как вы оцениваете его и какие перспективы? Может быть, стоит как-то пересмотреть стратегию активного роста, которую показывали ваши компании? Я чуть позже обозначу эти цифры, они впечатляют. Что вы думаете? На самом деле, если смотреть на историю после 24 февраля, то, что происходило с компанией, с рынком, фактически май, март, апрель мы прошли, практически никак не повлияла ситуация, за исключением резкого скачка на некоторые расходные материалы. Но с учетом, что мы в ковид уже научились по критическим позициям держать сток трехмесячный, и это была такая подушка безопасности, то, соответственно, мы просто на месяц ушли из закупок критических продуктов, ну и ждали, а дальше там уже более-менее стабилизировалось. Я вижу как бы изменение покупательского тенденции спроса именно сейчас. Ну, то есть вот июнь, он начался как-то очень своеобразно, то есть, ну, во-первых, тут эти праздники как бы появились длинные и так далее, и вот если брать там на середину июня, то у нас темпы продаж подупали, но немного, если мы, условно, там вышли на продажу 21-22 миллиона в день, то вот, ну, сейчас мы где-то на уровне 20-ки держимся, буквально, там сколько, 10% получается, да, отскок получился. Вот, остальное все с точки зрения дальнейшей истории, я там не хочу лезть в длинные макроэкономические какие-то показатели, безусловно, структура рынка и структура экономики будет меняться, это понятно, ну, и все будет зависеть от того, как скоро закончится военная операция и, соответственно, с какими результатами. Вот, поэтому, по факту, тут мы, мы же сейчас живем такими краткосрочными стратегиями, мы сейчас сделали ребюджет на этот год, пересмотрели, исходя из текущих тенденций, ну, с точки зрения того, что ковидных волн ярко выраженных нету, и нужно пересмотреть планы по КТ и по анализам, и пересмотрели ситуацию, связанную, в общем-то, с развитием других более востребованных продуктов, а сейчас вырос спрос все равно на продукты для здоровых людей, то есть у нас мы это видим. То есть люди после ковида поняли, что никакими деньгами здоровье не сохранишь, поэтому все равно вкладываются так называемые чекапы, и, соответственно, это дает возможность создавать новые продукты, которые мы сегодня создаем. Поэтому, в общем, наш план по медицине, по медицинским продуктам, которые мы там для себя ставили, у нас бюджетный цикл заканчивается в декабре, то есть в декабре 21 мы приняли бюджет на 22, сейчас мы сделали ребюджет, итоговый результат мы там подведем 27 июня в понедельник, но по выручке я посмотрел, что у нас отклонение где-то 5% всего будет от той цифры, которую мы считаем. Ну и немного цифр по количеству, собственно, центров. 48 диагностических центров, недавно был открыт 15-й многопрофильный центр в Новосибирске. Да, и сегодня или вчера вышла новость Вадимеку, купили клинику боли в Калининграде, это 16-я клинику. Читали, читали. Итого 12-15 регионов, да, сколько? Регионов 36. 36. И три страны. Три страны. То есть Россия, Армения и Узбекистан, Самарканд. И вот такие же высокие темпы развития сейчас под вопросом. С точки зрения открытия новых центров. Это очень хорошая история. Все, что касается стройки капекса, длинного капекса, то мы сейчас идем по пути. Те центры, которые у нас уже находились в высокой стадии готовности проектов, мы их все заканчиваем. То есть вот как раз Новосибирск это была, финиш там проекта. Мы достраиваем сейчас Хабаровск проект свой и запускаем те проекты, которые находились в большой стадии подготовки, готовности, где уже арендованные площади. Это Тула расширения, это новый центр в Петрозаводске. Кроме этого, у нас есть ряд смены локаций, где мы перевозим... Так как наша передача, напомню, направлена для тех врачей, которые хотят открыть свой медицинский центр или свою практику, то это вопрос, стоит ли в наш сложный период времени начинать эту деятельность, если даже такие крупные сети задумываются немного о пересмотре. Мое личное мнение, начинать точно не стоит. Дима может свою версию сказать. По поводу начинать или начинать... Ну сначала про оценку ситуации. Ну да, давайте оценку ситуации. Если вообще говорить про прогнозирование, то уровень прогноза от нескольких лет у нас смещался до нескольких месяцев, а сегодня объективно он начал смещаться на нескольких дней. И, наверное, внутри даже прогнозирование сегодня не очень благодарное дело и бессмысленное, потому что только последние три года нам показали, что мы можем планировать все, что угодно, но просто рушится все в один день и в горизонте там нескольких месяцев все абсолютно метаморфозирует и сильно меняется. Скажу, как происходит ситуация у нас. У нас так произошло, что март был абсолютно рекордным месяцем за все периоды. Связываем это с тем, что на ажиотаже мы сделали некоторые маркетинговые шаги. Люди купили большое количество услуг, потому что шел очень сильно вверх курс, и люди начали думать о том, что, может быть, те услуги, которые они планировали, это было больше в часть репродуктивной медицины или ЭКО, люди начали оставлять депозиты, а у нас была такая опция, возможно. И он был с разницей 38% месяц к месяцу, что, в общем, для нас был таким рекордным показателем. Дальше в апреле произошел и в мае небольшое снижение. Сегодня мы видим, что в июне опять мы выходим к цифрам, причем мартовским. Мой прогноз по сегодняшней ситуации скорее положительный. Почему? Сегодня часто медицина, надо признать, что это же не просто потребление товаров, как мы привыкли, приобретение жилья или приобретение автомобилей, или приобретение каких-то других вещей. Все-таки вопрос с медициной, это ценностный вопрос, о чем тоже сказал Влад, и коронавирусная инфекция тоже показала. И сегодня я не очень могу представить портрет человека, который активно пользовался частной медициной, и в связи с тем, что у него произошли какие-то изменения в связи с работой, трудоустройством, вдруг возьмет резко переориентируется. Скорее всего, это уже такие агональные состояния, но те люди, которые сегодня лишились работы, они переходят в другую сферу, и возможно они будут экономить на чем-то другом, нежели чем будут экономить на медицине. То есть вопрос сегодня, и как мне кажется, вот этот рынок медицины, частная медицина, это не тот рынок, который вообще в принципе будет падать. Он, возможно, будет медленнее расти, но падать он не будет. И я считаю, что те клиники, которые сегодня, медицинские сети, которые находятся у нас на рынке, которые выстроили инфраструктуру медицинскую, коммерческую, у которых есть свои клиники полноценной площади, они точно не будут падать при адекватном и не эмоциональном управлении в том же формате, который у нас было. А по поводу глобального роста, здесь вопрос спорный. У меня, например, было такое интересное наблюдение, так как мы тоже представлены не только в Москве, а сегодня представлены в 12 регионах нашей страны, и в том числе в Москве. И вот в Москве, по сравнению с другими регионами, произошло небольшое падение потом восстановления. С чем это связано? Было это связано с тем, что все-таки та ситуация экономическая, которая произошла, она больше ударила по столичным регионам. Здесь работало большее количество зарубежных сетей и работало большее количество людей, которые были или экспатами, либо зарабатывали деньги за счет иностранных компаний. И, соответственно, они лишились работы, либо им сообщили, что есть такие риски, и они начали экономить. Но дальше эта ситуация возобновилась, потому что многие известные компании вернулись на рынки только уже под российской юрисдикцией. И в целом шок прошел, какое-то принятие наступило. В том числе контекст градус снизился. А в регионах, так как зависимость от иностранных компаний, иностранных денег кратно ниже, и разрыв между Москвой и регионами очень большой, я думаю, так как вы тоже занимались бизнесом, прекрасно понимаете, какой он. В общем, там мы не почувствовали даже пока глобальных каких-то изменений. И сегодня наш личный прогноз по поводу нашего роста, мы не замедляемся, мы не меняем какие-то планы. Ровно по одной причине. Если ты начинаешь менять какие-то планы по своему развитию, персональному развитию своего бизнеса, ты должен иметь какие-то альтернативы. То есть получается, альтернатива остаться в той сфере, которая есть, это вообще порочная практика для бизнеса. Бизнес должен постоянно развиваться априори, так он устроен. То есть, да, если бизнес не идет в гору, значит, что-то катится вниз, и это закономерно показывает. Нету развития, все. Люди начинают чувствовать, что ты консервируешься, кто-то растет, кто-то развивается, начинает переходить. А так как мы активно работаем в кадрах, для нас это первостепенный риск. Ну, Дим, смотри, я добавлю здесь, на самом деле, тенденция у нас в Москве, в Московской области такая же, как ты говоришь, то есть тоже это максимальное проседание было. Сейчас Московская область отскочила за счет лета и перемещения туда части жителей. И Москва как бы по-прежнему все равно в такой ровной истории. Мы пока нет, у нас пошло вверх. А в регионах согласен абсолютно, причем в каких-то вообще не столичных историях. У нас даже Белгород, как это ни странно, он достаточно стабильно продолжает работать. И у нас тоже, кстати, Белгород. Хотя мы больше всего за ним переживали, но хочу сказать, что у нас изменился несколько портрет покупателей в Белгороде. У нас в Белгороде появилось большое количество приток новых людей, связанные с военной службой. Люди начали оперироваться, делать в нашей клинике, так как она не совсем сконцентрирована на женском здоровье. Там есть многопрофили, и начали приходить и оказывать эти услуги. Но в целом прогноз положительный. Я не думаю, что будет падать рынок, будет возможно медленнее расти. А может быть и нет. Потому что надо признать, что довольно-таки большое количество людей пользовались услугами за рубежом. А большое количество мы пользовали технологией. И сегодня это сконцентрируется в нашей стране. А болезни и здоровье никуда не исчезли. А вот ценностно все осталось то же самое. Смотри, Сергей, когда ты задаешь по поводу роста, темпов роста и так далее. То есть мы же здесь должны понимать, что мы сейчас про свои компании говорим. А с точки зрения с Димой я согласен, что все равно рынок будет несколько видоизменяться. Потому что если про нас говорить, какую стратегию мы дальше для себя видим, то понятно, что в первую очередь загрузка имеющихся мощностей, это все равно будет давать рост. И в штуках, и в рублях. Я думаю, что некая консолидация. Да, и второе. Абсолютно точно. Гулятивно, сильно и набирательно. То, что произошло сегодня, похоже, в группе. Вчера, да. Я имею в виду, что вот я только что приехал с Новосибирска, с открытия госпиталя. И в рамках открытия нашего госпиталя мы общались с медицинским сообществом. Я тут же получил два предложения, чтобы люди присоединились к нашей группе. То есть понятно, что мы рост будем. Вот мы растем не такими дикими темпами. Но мы просто меньше. Да. Соответственно, 25% год к году, вот два года мы выдерживаем. По справедливости ради меньше, все-таки это 19 медицинских центров и 12 в городах России. Я говорю, что мы меньше. Но тем не менее, это достаточно большая система. Ну да, нет, у нас, я считаю, что это результат работы команды. Мы третий год, год к году растем 100%. И в этом году по завершенному практически первому полугодию и уже по динамике мы видим, что это будет где-то 87-90% в год к году. Мы, продолжая, Влад, твои слова, переходим, собственно, к основной теме сегодняшней встречи. Отдели медицинские центры тянутся к крупным сетям. И как возникла сегодняшняя, собственно, беседа. Когда я говорил о том, что мы делаем передачу для врачей, которые хотят открыть свое дело, свой медицинский центр. Я рассказал тебе, тебе и услышал разные мнения по этому поводу. Если Влад сказал, что вообще не надо в эту сторону двигаться, врач должен быть находиться в золотой клетке крупного медицинского центра и думать только о своей профессиональной деятельности. Я утрирую. Сейчас врачи в меня шапками покидают. Нет, не так. Дмитрий, наоборот, толкает идею, что врач может заниматься предпринимательством. Более того, есть твой проект, который направлен на то, чтобы помочь врачам в этом. Это и менторство, это инвестиции и, собственно, все в тему того, чтобы помочь стать врачу-предпринимателем. И на разницу этих мнений, собственно, возникла сегодняшняя встреча. Давайте, чтобы я не пересказывал. Дима-то, он в анамнезе доктор. Давайте, чтобы я не пересказывал ваши позиции. А я в анамнезе менеджер. Еще раз их озвучим и подискутируем. Да, Сергей, смотри, я всегда говорю так, что я предпочитаю, чтобы на своих местах, в той позиции, в которой люди работают, работали профессионалы. То есть, если, допустим, человек, у которого есть медицинское образование, решил связать свою жизнь с организацией здравоохранения и пошел именно прокачивать свои компетенции менеджерские, welcome. Это отличные такие примеры, мы многие видим на рынке, в том числе и Дмитрий, который, как предприниматель, в свое время выбрал идти либо в медицину, либо в предпринимательство. Выбрал предпринимательство. Я говорю о том, что я вижу много факапов, которые происходят, когда доктор, который работает на приеме, у которого большая клиентская база, в определенный момент решает создать, условно, там, не знаю, кабинет или клинику имени себя и продолжать эту историю развивать самостоятельно, не привлекая профессионалов, которые ему нужны с точки зрения финансов, маркетинга, управления, в конце концов, и так далее. Вот о чем я говорю. Которых он не сможет позволить, имея... Да, это одна история, а вторая, как обидно это не звучало, мы все равно все люди взрослые, и я всегда говорю, можно посмотреть на ритейл, на те же там рынок лабораторных услуг, увидеть, что время киосков-то закончилось. Но то есть сейчас все равно с точки зрения того, чтобы обеспечить качественную работу клиники, качественную работу там и масштабироваться, вот о чем Дмитрий говорит, если ты открыл один кабинет или там одну клинику и вот сам в себе живешь, ну вопрос, насколько ты долго сможешь во всей этой истории выжить. А для этого нужны капиталы, для этого нужны компетенции, для этого нужна умение масштабироваться, и все равно будет проходить концентрация рынка, и, ну как бы, крупные сетки, и государственные в том числе, такие как там РЖД, полугосударственные, но они хоть частные себя называют, но в любом случае все будут развиваться. И поэтому выжить вот в таком жестком конкурентном окружении, в том числе, тем более, если даже брать Москву, мы с вами видим, сколько денег и какого качества создается клиники и здравоохранения под управлением Минздрава. Ну то есть, и что ты можешь здесь предложить, если у тебя нету компетенции, нету доступа, ну кроме имени. Ну это моя позиция, поэтому документируйте. У меня есть позиция своя, и то, что сказал Влад, у меня есть, с чем я абсолютно согласен, и с чем не согласен. И начну я вот как раз с того проекта, немножко его подсвечу, да, вроде говорят, что это можно сделать, проект «Дофамин», который я реализовал. История связана с предпринимательствами врачей, то, что мы начали делать, мы не начали создавать что-то новое, мы начали формировать новую культуру, которой не было в нашей стране, но мы видим, что она активно давно уже развивается и имеет место, и занимает серьезное довольно-таки место в здравоохранении за рубежом, в основном в Европе и в Америке. Эта история, так называют, частной практики или private practice, когда один врач, которому нет необходимости иметь собственную инфраструктуру, которая дорого по капексу и дорого дальше в обслуживании, делает это максимально хорошо. То есть, да, некоторые специальности просто по определению не могут себе позволить. Хирурги, да, им нужна инфраструктура, а кто-то, амбулаторный специалист, и даже некоторые гинекологи, которым не нужна большая инфраструктура, могут просто сидеть в своем медицинском офисе, как это называется, в Америке, и предоставлять эти услуги. И мы вот эту культуру как раз и хотим развить в нашей стране, помочь людям это выстроить, сделать, где они на месте будут оказывать качественную помощь, а мы благодаря нашему проекту, да, проекту «Дофамин», будем предоставлять разные сервисы. И юридическое сопровождение, юридическое лицензирование, и все-все-все, что будет необходимо. С чем я полностью согласен с Владом? С тем, что если неподготовленный специалист, врач, который сделал один шаг, далее попытается уйти не в частную практику, а в большее расширение, неподготовлено, без инвестиций, без знаний, то здесь он находится в высокой зоне риска, потому что сегодня инфраструктура медицинская – это не только закупленное оборудование. И Влад лучше меня знает, что сегодня мало купить оборудование, мало создать даже коммерческую инфраструктуру. Сегодня внутри процессов их огромное количество, и сегодня там даже реферальные площадки стоят денег, чтобы хорошо их администрировать, не говоря уже о более сложных медицинских системах, которые тоже нужно обслуживать и поддерживать качество. И вот здесь у меня получается согласие абсолютно с тем, что вот что-то среднее такое, врач-предприниматель, который решил там расшириться, я думаю, что это сойдет на нет. И вот как раз в этом формате киосков не останется, и будет консолидация рынка, и крупные игроки будут приобретать и расширять свои, увеличить свои сети. А вот история, которую мы сегодня пушим, развиваем и хотим развить культуру в нашей стране, именно частная практика. Частная практика подразумевает работу только одного человека. Может быть там второго какого-то смежного специалиста или процедурного кабинета. Все. Я верю в проект. По схеме самозанят? Юридически как бы здесь можно рассмотреть всякие варианты. Может быть самозанятый, может быть ИП, но все что угодно. Но смысл заключается в том, что я верю в private practice, в частную практику одного специалиста, потому что это даст максимально высокое качество, потому что он вешает свою вывеску, он там работает один, он несет свою персональную ответственность. А дальше я тоже верю в развитие рынка больших инфраструктурных компаний и по помещениям, и по интеллекту, которые они вложили туда, и по системам, которые они приобрели. Вот как бы да, я вижу полиполярную историю. Через какое-то время останутся несколько больших крупных игроков, у которых много дорогущих систем, которые мало купить, нужно потратить много времени. И вторая вещь, это именно вот private practice, частная практика, где работают специалисты на себя, юридически защищенная, с поддержкой условно даже таких компаний, как мы, которые мы сегодня создаем, либо кого-то другого. Вот я вижу будущее в этом. Я недавно столкнулся с одним из таких проектов, которые как раз ровно про это, что компания снимает целый этаж здания, делит на кабинеты, делает часть общей инфраструктуры, которая идет потом под лицензирование, там рецепция, типа коворкинга для врачей, но при этом сложность в том, что все равно каждый кабинет приходится лицензировать. У нас сегодня не совершенно законодательство. Если бы убрать этот момент, давно бы эта практика уже была бы. Ровно так. Сегодня большая проблема заключается в том, что мы лицензируем и зависимы не от лицензии врача, а от лицензии помещения юридического лица. Но опять же, я думаю, это дело времени. И сегодня, чем больше будет прецедентов юридических разбирательств, осложнений и вообще в принципе юридической практики, тем скорее всего больше это идет в ответственность персонально. Мы к этому придем. Но все равно ценностно, с точки зрения формирования культуры, это важно, чтобы люди не боялись создавать именно частные практики. Потому что частные практики, это хорошо с точки зрения качества, если человек не распыляется, а занимается персональным развитием как специалиста, не думая о своих бизнес-компетенциях, это ему не нужно делать, он просто пользуется качественным аутсорсингом. И, конечно, большие серьезные учреждения, которым могут себе позволить дорогие инфраструктурные вещи. Я как раз хотел сказать, что драки-то не получаются, потому что то, о чем Дмитрий говорит, это не история противоречия с тем, что я говорю, а он говорит о том, что тот общий тренд, который на аутсорсинг или на шеринг, он как раз, если будет компания сетевая, крупная, которая это умеет, и те же бизнес-процессы поставить, и доступ к мясу дать, и так далее, то человек, заходя просто, он получает эту готовую инфраструктуру. Вопрос в том, что здесь придется бороться с ментальной историей всех в России, которые считают, что свое это лучше, чем аутсорсинг. И вот здесь сильно придется... Думаю, дело времени. Да, с ментальностью. Вот когда ты говоришь о несовершенстве законодательства, простой пример, мы сегодня работаем в 38 регионах, без иностранных, 36 в России. У нас структура так построена, что генеральным директором является юридическое лицо управляющей компании. То же самое у нас. И налоговая, во многих вопросах, сталкиваясь с нами, она эту практику изучает впервые. Ну, то есть, вот сейчас я ИЦП получаю, допустим, и у них возникает много таких вопросов. Но при этом есть одна область, которая до сих пор на уровне даже лицензии отказалась принимать наше юрлицо в качестве... Мы принесли практики всех других регионов. Не хочу... Скажите, какую область мы туда не пойдем. Не хочу называть. Но по факту, реально, мы вынуждены именно только в этой области, в двух наших клиниках, иметь генерального директора, физическое лицо, одного из основателей. Мы сталкивались с такой тоже проблемой. И что? Мы говорим, ребят, ну вот практика по всей стране. Пожалуйста, ну не знаете как, ну своих же научитесь. Поэтому здесь идея прикольная. И вот первоначальный вариант, если я не ошибаюсь, по-моему, году в 2016 или 2015 в Новосибирске рождался проект медпарка, который попытались строители построить инфраструктуру и найти оператора, который бы взял это здание в управление. Но в итоге, насколько я понимаю, там все это не состоялось. Проект не реализовался. Там просто каждый этаж в итоге пытаются сдать клиники самостоятельно. И вот все, о чем ты говоришь, все свободные пространства, там ресепшн, раздевалки, какие-то вещи, которые можно было бы удешевить и условно сделать там на первом этаже для всех участников медпарка, это не реализовано. То есть каждый в итоге на своем этаже повторяет одно и то же. Для того, чтобы это показать в лицензию и Дмитрий правильно говорит, мы же единственная страна, где права даются автомобилю, а не водителю. Не водителю. Ну, одна из, да. Но, в общем, мы хотим зайти именно со стороны ценностей, что люди не боялись это делать. У нас сегодня есть несколько там потенциальных проектов, которые мы хотим реализовать с людьми и показать, вот смотрите, это живые люди, которые это сделали. Сегодня реализовываю проект «Дофамин», где мы проводим различные мероприятия, я встречаюсь со своими коллегами, людьми, которые хотят заниматься вот этим как раз направлением private practice. Я вижу, что просто в нашей стране люди до сих пор боятся делать бизнес, они не понимают, за что браться, у них есть стереотипы, и это, конечно, дело времени. Но, опять же, это произойдет, потому что капиталы, рынки капиталов, капиталистические страны давно это уже прошли, и у них сегодня это успешно работает. Является ли для таких людей модель франчайзинга как решение сейчас, пока нет изменений в законодательстве? Я могу сказать, что мой личный опыт... У вас есть франчайзинг? Да, у меня есть личный опыт франчайзинга с двух сторон, причем, да. У меня есть один опыт, где я сам являюсь потребителем франшизы в лабораторной диагностике в моем домашнем регионе в Твери, и есть сегодня программа франчайзинга, которую мы тоже открыли. Я вижу, что сегодня люди не боятся франчайзинга, к нему очень хорошо относятся, наоборот, даже хотят это делать, и, наверное, сегодня такое основное возражение, с которым мы сталкиваемся во франчайзинге, это вопрос финансовый. То есть люди на берегу уже считают деньги, у нас не очень дешевая франшиза, она стоит порядка 15 миллионов рублей, то есть мы попадаем в воронку не масс-маркета, а, наверное, бизнес-плюса. Соответственно, те люди, которые могут инвестировать 15 миллионов, они уже по-другому считают, и сегодня мы разговариваем о таких вещах, там, по ушали, на Зосе Ройлте, но люди сегодня вообще максимально адаптированы, что такое франчайзинг, понимают хорошо, а частная практика, где ты прямо, да, полно за что-то отвечаешь, сложнее, но я не говорю, что их нет. И там должен быть ниже порог входа финансовый. Да, в частной практике примерно стоимость входа, вот, который мы декларировали, прочитали, составляет порядка трех миллионов рублей, до трех миллионов рублей, в зависимости от специализации. Ну, у нас с франчайзингом еще сложнее, если у Димы 15 миллионов вход, у нас вход там начинается от 60 миллионов. У нас амбулатории небольшие, мы большие клиники не делаем. Потому что МРТ, КТ аппараты сами по себе достаточно дорого стоят, плюс ремонт и все остальное. Поэтому мы для себя, как бы, сейчас запустили так называемую партнерскую программу, когда ее по двум другим историям, то есть, когда есть и у нас сейчас этот пилот запускается в Оренбурге, по арендной модели. Когда люди покупают, условно делают здание с ремонтом и оборудование, мы берем в аренду имущественный комплекс, берем в аренду недвижимости. И под своим брендом уже дальше все управляем. То есть, в этом случае они остаются в арендной модели и собственниками как здания, так и оборудования. Вы со сниженым аржой, но супервысокий мегар. А мы ускоряем для себя, занижаем историю первоначальных инвестиций, но теряем в марже с бизнеса. А это одна история. А вторая история, которую у нас сейчас в Череповце мы пилотируем, это когда мы в готовый бизнес зашли своим юридическим лицом управляющей компании как генеральный директор и взяли бизнес в управление. Вот, соответственно, вот эти два пилота смотрим и они упрощают немножко вот эту историю консолидации рынка диагностики. Мы по ремонту это делаем очень давно уже, по строительству, по ремонту. Два, наверное, три года мы не вложили ни копейки в ремонт, ни копейки. Сегодня мы отказались от модели, где мы берем помещение, во-первых, мы не покупаем помещение, берем только в аренду и сегодня абсолютно везде перекладываем это на плечи собственника здания, подписывая с ними определенные инвестиционные соглашения. Это очень успешно работает, так как мы являемся якорными арендаторами, которые заходят на 10-15 лет, и люди готовы инвестировать, чтобы у них был якорный арендатор. И, как сказал Влад, все правильно, снижается первоначальная инвестиция, да, в горизонте понижается маржа, но АРА вырастает до небес. Да, да. Но все-таки возвращаясь к вопросу именно стратегии врача, человек, который хочет открыть частую практику, но пока такой возможности нет, он стоит перед выбором, все-таки сделать Сумницевский центр или выбрать партнера в качестве крупной сети. Ваши компании что могут предложить таким врачам? Как вы боретесь за этих людей? И стоит ли такая задача? Или вам скорее интересно иметь, скажем так, не самых активных врачей, без риска, что они уйдут в ближайшее время в какой-то бизнес? Смотрите, важный момент. По большому счету компания разделена на две части. Это сеть клиник клиник фамина, где мы берем врачей, которые у нас работают не в качестве предпринимателей. Второй мы проект дофамин, где мы как раз ищем предпринимателей. Почему это сделал? В любом случае, в каждом городе, в каждой клинике есть проактивные пассионарии, которые хотели бы чего-то сделать. И значительно было бы лучше, если бы они это сделали не с кем-то, уйдя от меня. А пускай они уйдут из моей одной компании, но придут в мою другую, где мы вместе с ним сделаем, потому что в конечном итоге это объединится в одном месте. Так что у меня тут позиция органическая, если человек хочет, он в любом случае это сделает. И если ты каким-то образом можешь ему помочь, и это может еще стать твоим бизнесом, ну как бы глупо это не делать. И вот я и разделил две части. Есть люди, которые никогда в жизни ни при каких обстоятельствах, сколько ты не дал там денег, они не будут заниматься бизнесом, потому что по психотипу им это некомфортно. И надо признать, что таких людей больше, а врачей еще больше, потому что врачи очень консервативны. Но есть какой-то процент, которые хотели бы быть предпринимателями. Есть люди, которые активны, которые хотели бы пробовать что-то новое. В свою очередь для них есть тоже этот продукт. Мне понравилась идея, которую озвучил Артур Гудов, один из гостей тоже нашей программы, сказал, что предприниматель это врач, это не всегда про деньги. То есть может человек работать в государственном учреждении и так выстроить свою работу эффективно, навести порядок на своем рабочем месте, выстроить процесс. Он предприниматель внутри государственной системы фактически, не занимаясь деньгами при этом. Это образ мышления скорее, какие-то характеристики личностные. Я бы прокомментировал, мне кажется, что предпринимательство всегда про деньги должно быть. Ровно почему? Потому что у врача КПИ вылеченные пациенты, у инженера сделаны построенные дома, а у предпринимателя заработают деньги. Это нормально. Но просто плохо, когда у предпринимателя исключительно один фокус на финансы и нету других ценностей. Так что все-таки предприниматель должен быть важным. КПИ это маркер, это финансовый. Сейчас, подожди, далеко от этой темы пока не ушли. Есть такое сообщество Smart YesNet, где они как раз про социальное предпринимательство говорят. И вот там есть интересное определение от Геннадия Николаевича Константинова, профессора высшей школы экономики, где он говорит о том, что принято определение предпринимательства как создание ценности за пределами доступных ресурсов. Ну вот, это вопрос умения добывать эти ресурсы. Да, и в таком определении, конечно, доктор, который работает даже в государственных учреждениях медицинских, создавая что-то за пределами доступных ему ресурсов, как бы, он, конечно, по определению вот этого сообщества социального является предпринимателем. Да, но тут вопрос, как вопрос задашь. Поэтому в моем понимании, конечно, ну вот, я просто, Дима так четко разделяет, я пытаюсь вспомнить за то время, сколько мы работали, были ли доктора, которые уходили, ну вот, я 10 лет в этом году в медицине работаю, и были ли доктора, которые уходили и прям создавали там новый бизнес с ноля, ну, я таких мало видел, в основном эти доктора уходили со своей компетенцией к предпринимателю, который обладал деньгами, полевцами, капиталом, для того, чтобы поставить ему как раз бизнес-процессы, связанные с медицинским здравоохранением. Ну, ровно проект дофамин проект. Вот, а именно прям вот, чтобы там с нуля и с нуля построили клинику, я вот сейчас пытался прям сидеть и вспомнить, честно, даже и не вспомнил, как бы, чтобы вот. Ну, давайте сделаем немножко шаг в сторону предпринимательства, все-таки у нас сегодня тема немножко шире. Возвращаясь к тому, что такое успешный врач, кроме профессиональных знаний, какие компетенции с вашей точки зрения, как руководители крупных медицинских сетей ему необходимы? То есть, на что вы смотрите, кроме профессиональных знаний? Передавать друг другу мячик. Я считаю, что в современном мире одна из ключевых компетенций современного успешного доктора это умение коммуницировать с разными заинтересованными сторонами и в первую очередь с пациентами. Отход от паттерналистской модели и переход к партнерской модели. И это связано с очень простой историей. Если мы посмотрим тему с сменой поколений, с теорией поколений, то к 2030 году по статистике 80% потребительского спроса будут создавать люди, рожденные после 1982 года. Это люди, которые относятся к категории Y, ну там, градации, а это люди, которые уже рождены с интернетом и с референтными системами, и для них мнение доктора «иди» и вот из позиции родителей ребенок уже не работает. То есть, им нужна партнерская модель, где с ними, вот я считаю, что это номер один на сегодня для успешной работы доктора. Полностью согласен. То есть, коммуникабельность, в которую внутри вкладывается эмпатия, неплохо было наличие эмоционального интеллекта, такого выше среднего уровня. И второй кит, это профессионализм, а в профессионализме есть много тоже подпунктов, такие как умение добывать информацию, обрабатывать информацию, анализировать информацию. Конечно, если там уходить совсем в глубину, то мы сегодня оцениваем способность не просто обрабатывать информацию, а способность обрабатывать информацию на иностранных языках. Может быть, даже человек не владеть языком, но хотя бы понимать, как работают переводчики и владеть информацией. Так что, два больших кита, действительно, коммуникабельность большим количеством под разделов и профессионализм. У меня такой немножко провоцирующий вопрос, должен ли врач быть блогером? Является ты плюсом при приходе в вашу сеть, если он ведет активный блог, активно вещает во мне? Это хорошо или это, скорее, плохо? Давайте я отвечу, потому что когда-то нас даже называли инстаклиникой, потому что большое количество врачей у нас находились в инстаграме. Я всегда отвечаю, как есть. Вообще, история связана с инстаграмом и врачами, которые приходили к нам, это не продуманная история, так произошло органически. Вы не заставляете приеме на работу открывать аккаунт. Это не является вообще никаким обязательным условием о приеме на работу и у нас нет в графе наличия социальных сетей для того, чтобы работать у нас в сети, но ведь мы так или иначе ситуация... Помимо профессионализма мы в любом случае смотрим, сколько там человек на рынке и если он уже на рынке медицинских услуг в течение 50 лет, он априори, если он достойный специалист, он должен обладать пулом пациентов. И по большому еще инстаграм или там другие социальные сети являются лишь возможным каналом привлечения пациентов от врача, что совсем не характеризует его уровни медицины. Хотя сегодня анализируя инстаграм, мы сегодня некоторых специалистов наоборот не берем принципиально, потому что у нас есть профессиональные ценности, нам там не безразличие слова доказательной медицины, и мы видим, что если врач регулярно использует альтернативные методики, не понимая для чего, мы даже вроде как не взаимодействовать с ним, это становится таким определенным резюме в его работе. Но чтобы это являлось обязательным условием, либо мы всем рекомендуем и создаем инстаграм-аккаунт, такого никогда не было, ровно потому, что это тоже навык, это тоже предрасположенность человека к этому, и заставлять и заставлять чего-то делать, можно, но это точно не будет продолжаться долго, если он не тропен к этому, если у него нет в этом желания. Так что это лишь просто маркер того, чтобы посмотреть, как он разговаривает, какие его знания, если он это выложил, ну и плюс понимание, что возможно у него есть пациентопоток. Я бы добавил здесь, я считаю, что если мы говорим про современное поколение врачей, которые приходят в здравоохранение, либо в нем работают последние 10-15 лет, то умение и навык себя позиционировать в социальном пространстве, в социальных сетях, это просто профессиональный навык. Вопрос, ты блогер или не блогер, и вот эта тема инфо-цыганства, она как бы, это отдельная история. Но давайте так, если мы понимаем, что с 2000-го, года в России гигантскими темпами набирает обороты телемедицина и вообще как бы цифровая, цифровые каналы коммуникаций между пациентом и доктором, там электронная цифровая подпись, условно, электронный больничный лист, электронный рецепт, личный кабинет, который строится там и построен уже на сайте «Мое здоровье», и соответственно будет развиваться то вопрос умения и навыка врача коммуницировать с пациентом через другие каналы связи, кроме как оффлайн, но это будет являться его неотъемлемой профессиональной компетенцией. Ну, то есть, условно говоря, не знаю, если вот гинекологию взять, там же достаточное количество операций происходит лапароскопическим методом, а не полосными операциями. Соответственно, но если приходит хирург, который не обладает опытом лапароскопии традиционно пытается всех резать, то, наверное, ему в какой-то момент скажут, уважаемый, это уже устаревший метод, мы так не работаем, давай-ка изучай современный. Ну, вот так. А так, что там вешать лейбл на всех, что ты там блогер, ну, я бы не стал. То есть, я считаю, это не совсем. Ну, надо смотреть, что не каждый является блогером, да? Конечно. А настоящие блогеры те... То есть, давайте так, что такое блогер? Ну, наверное, кто-то, может быть, сейчас со мной поспорит, но там качественным блогером можно назвать там новый уровень журналистики, да? Современная журналистика. Таких людей, естественно, просто единица. А те люди, которые широко используют свой Инстаграм либо свои социальные сети для того, чтобы взаимодействовать с своей публикой и расширять ее, это не блогерство, это просто расширенное резюме и расширенная коммуникация для того, чтобы, не знаю, получать новых пациентов либо просто кому-то это нравится, кому-то интересно, либо кто-то готов действительно на этом зарабатывать, потому что помимо просто там аудитории, которая с тобой взаимодействует, потом приходит к тебе оффлайн, кто-то же, да, делает инфопродукты, продает через свои каналы. Так что блогерство стало каким-то ерунным клише, но это не так. У нас была передача, посвященная юридическим вопросам открытия собственного медицинского центра. И один из моментов, который мы обсуждали, что, собственно, сейчас врач, который через социальные сети несет какую-то информацию, при этом находясь, будучи сотрудником компании, то компания несет риски за контент, который транслирует врач. Я не слышал таких прецедентов, чтобы они были... Прецедентов, это скорее пока, наверное, теоретическая возможность. Мне было бы интересно оказаться в числе первых, кто был бы участником этого прецедента. Я думаю, что доказать в суде правовом это практически невозможно, потому что юридически этот аккаунт полностью принадлежит врачу, человек работает, он транслирует информацию, то есть мне кажется, что это такая надуманная проблема. Но опять же, я с радостью своей юридической службы, своей командой был бы рад, если бы это произошло. У меня это было прецедентно. На самом деле, мы же все равно понимаем, что мы живем в огромном информационном потоке, внутри которого идет тоже огромное количество мусора. Больше части. Да, больше части. Поэтому по факту, на мой взгляд, сейчас надо больше говорить о развитии так называемого критического мышления. Когда ты не на веру воспринимаешь то, что на стене написано там, но в офлайне же все понимают, что то, что на стене написано, это не всегда одно и то же. То почему в онлайне нужно верить каждому слову, которое там написано. Поэтому надо развивать тему критического мышления. Кстати, надо записать в тему и обучения пациентов и современных компетенций. На самом деле, я считаю, это важно. Реально. Потому что даже если у меня дочь сейчас 15 лет, допустим, и я вижу, в каком огромном информационном потоке она находится и с точки зрения коммуникации в социальных сетях, и с точки зрения школы, и вообще всей информации, которая на нее валится. Да, они себя что делают? Они изолируют себя. Они смотрят телевизор вообще. То есть, они выбирают только те каналы коммуникации либо только те сайты, где есть. И они уже инстинктивно себя изолируют от определенного объема информации. На мой взгляд, и взрослым людям, которые сегодня оказались необученные, неподготовленные к такому валу информации, это тоже важно. Давайте еще коснемся темы образования врачей. У тебя, Влад, прозвучало, что это одна из тоже важных компетенций постоянно обучаться. Как в вашей компании построен этот процесс? Чья это больше ответственность, врача или компании, чтобы врач постоянно получал новые знания? Помогаете ли в этом или это полностью на плечах врача? У нас внутри группы существует свой собственный институт-эксперт, который имеет лицензию на дополнительное медицинское образование и все, что касается именно работы врачей и рентгенологов, это история, которая полностью создана как по обучению, поддержке, развитию врачей, связанных с врачами лучевой диагностики. Туда мы сейчас добавляем курсы, которые все равно очень фокусно идут. Понятно, что у нас в мечтах после посещения клиники Аджбадем в Турции и знакомства с их университетом была интересная идея, как это масштабировать, а как идти в какие-то коллаборации с более современными институтами. И, наверное, здесь отвечу коротко, что всегда процесс обучения, я как человек, который много лет учился в своей жизни, это взаимный процесс. Даже у меня был опыт преподавания на MBA, я могу четко сказать студентов, которые заплатил сам и студента, за которого заплатила компания, они принципиально отличались. Тот, который заплатил сам, он из тебя за эти деньги веревки вьет, а за кого заплатила компания, ну, в общем, меня отправили поучиться. Поэтому в этом плане абсолютно точно это взаимный процесс и не зря что существует слоган, что лучше работать с обученными, чем с неучими. И, конечно, постоянно развиваться. У нас сегодня в компании создана целая образовательная экосистема, у нее даже название, называется она Medication, такое необычное название, образование, медицина. Стоит она на трех китах. Первое, это непосредственно онлайн образование, практика MyMedication, которую мы когда-то создавали для собственных нужд, где обучали акушерогинекологов, врачей литератургодиагностики, декринологов нашего профиля. И так как мы это много транслировали в мир через наши социальные сети, у нас пошел большой запрос на то, чтобы открыть эту площадку, которую мы сделали как внутренне обязательный ресурс для людей извне. Вот хочу сказать, что буквально сегодня у меня было совещание с руководителем площадки MyMedication. Сегодня на нашу площадку подписано, это платная подписка, подписано 4625, я прям запомнил, сегодня было просто собрание, 4625 врачей, из которых большая часть акушерогинекологов, конечно, нашли профиль, чтобы понимать, в России 42 тысячи акушерогинекологов, 10% акушерогинекологов учатся на нашей площадке. Второе. Я прошу, прощения, что перебиваю, мне очень понравился твой рассказ ранее, что уже начали копировать и делать пиратские копии. Это признак успеха. Абсолютно, по-моему, там называется, можно пиарнуть какой-то Петрович, телеграм-канал, где абсолютно все выкладывается, наша пиратская версия, но это не снижает. Не 10%, а... Очевидно, и я сегодня узнал, что на самом деле даже не 4625, а скорее всего больше, потому что часто подписку покупает один врач на троих, где они в одном кабинете или как-то коллаборируют. это раз. Второй кит это оффлайн-стажировки, которая есть у нас в сети. Сегодня люди приходят и стажируются у нас на рабочих местах. Есть курсы однодневные, месячные и полугодовые. И третий большой кит это Аси Ассистент. Вы знаете, у нас есть собственно сильно IT-инфраструктура, и вот буквально как уже месяца полтора мы начали продавать ее не для клиник не B2B, а B2C, потому что у клиник другие запросы, другие ценности. Мы начали продавать это врачам, это покупают врачи, которые работают в частных клиниках и в государственных. Просто личный кабинет, где он вводит данные и искусственный интеллект, система помощи принятия решения ему полностью подсказывает. То есть систему поддержки принятия? Мы ее начали продавать. Так и называется Аси Ассистент. То есть у нас большая экосистема называется Medication, MyBedication Online образование, стажировки Offline и Аси Ассистент это продажа вовне. Все это мы продаем как внутрь, так и вовне используем. Это уже стало самостоятельным бизнесом. По поводу моего мнения, нужно ли заниматься образованием? Полностью разделяю, что движение в две стороны только. Но я как заказчик, как руководитель сети, как заказчик, понимаю, что найти специалиста того уровня, который меня сегодня удовлетворяет на сто процентов я не могу. И соответственно все эти системы доводят его до такого уровня, который соответствует нашим ценностям качества оказания медицинской помощи. Причем здесь же нужно говорить, когда мы говорим про внутреннее образование, внутри больших крупных компаний. Это же не только история профессионального развития, именно врачебного. То есть это коммуникации. Вот мы сейчас делаем большой проект именно коммуникационный по врачам. У вас сестринский проект еще есть? И поэтому я думаю, что в той или иной степени все равно все придут к тому, вот одна из важных изменений мира, который сейчас происходит, это персональная траектория развития образовательная. И вот эту персональную траекторию можно создавать путем встраивания внутри группы центра компетенции, который этим будет заниматься. То есть к вопросу должно ли быть вовне или вну, центр компетенции все равно мне кажется должен быть погружен внутри группы. Вопрос использует ли он ресурсы как аутсорсинг с рынка, конечно. Но я думаю, что здесь тоже продают консолидации и например мысленное направление женского здоровья, компания Влада сильна в рентген диагностике, лучевой диагностике, кто-то еще. И во что мы можем объединиться? Мы можем просто все взять, объединиться и консолидироваться в ВУЗ полноценный от первички до повторки. Потому что у нас тоже есть лицензия на образовательную деятельность, но вот если мы объединимся, у них сильная компетенция в одном, у нас в другом. Объединившись, у нас будет полноценный ВУЗ, который мы организуем. Ну и давайте сделаем такой обобщающий вопрос, потому что наш эфир подходит к концу. Что бы вы поменяли в действующей системе здравоохранения, чтобы сделать ее более конкурентоспособной и на что нужно в первую очередь обратить врачу внимание, чтобы быть успешным в этой системе в будущем? Точно нужно делать ее прозрачной. То количество компаний, которые продолжают работать с конвертными зарплатами, не плодить налоги и так далее, их просто огромное количество, и это печально. Второе, когда я сейчас слышу дискуссии про ОМС, вот недавно у Муслим Муслима был на медиаметриксе, мы там обсуждали эту историю, я говорю, мы сейчас все пытаются лечить ОМС в текущей модели. В моем понимании есть отработанная система, когда сертификаты родовые пускают за потребителем, но переведите все деньги на персональные медицинские счета гражданина Российской Федерации и дайте ему ногами голосовать за то учреждение, куда пойдет это софинансирование. Очень много в стране поменяется с точки зрения качества медицинской помощи и доступности этой медицинской помощи, и пациента ориентированности этой медицинской помощи. Вот я бы так сказал. Мы много сегодня говорили по врачу я уже сказал, для меня ключевая история современная это отход от патерналистской модели, отход от общения я родитель, ты ребенок. Это только партнерская история. Будущее все равно за партнерской моделью врач-пациент. У меня очень короткий ответ, я много говорил это и в своих социальных сетях, и на различных выступлениях, я в большом очень нато относится к второму пункту, который сказал Влад. Я считаю, что в нашей стране нужно сделать просто прозрачную страховую медицину. Как она будет оформлена через страховые компании, либо через персональные оплаты и выбор пациентов монетизации. Через персональную монетизацию это вопрос номер два. Но просто она необходима, потому что от отсутствия прозрачной системы страхования, то есть оплаты этих услуг идут все беды. И коррупция, и отсутствие ориентированности, клиента ориентированности, и разделение частной государственной медицины и так далее. Все. Дайте прозрачную страховую медицину, запустятся механизмы конкуренции, вырастет учреждение, качество, специалисты, эта система реально оздоровится. Потому что сегодня мы полностью тоже работаем в белую, я как собственная компания, являющая генеральным директором, у меня есть заработная плата, фонд обязательного медицинского страхования, я не понимаю, за что и кому я плачу. И пока люди не будут понимать, за что они платят, пока они будут думать, что это бесплатно, уровень медицины будет только на таком уровне. Точечно мы что-то делаем, системно ничего не произойдет. Спасибо. У нас есть вопрос, наверное, Дмитрий, в первую очередь к вам, кто несет ответственность за некачественную медицинскую услугу в рамках частной практики. Пока это вопрос теоретический, потому что как таковой частной практики-то у нас в том формате, в котором говорил ты, пока нет. Ну нет, давайте так, какие-то есть прецеденты, их просто очень мало. Чем хороша частная практика для как раз качественной медицинской помощи? В частной практике непосредственно человек, как юридическое лицо, как физическое лицо несет ответственность, потому что он там один. А вот, да, ну как бы, кому нести, если он один? А если это большое учреждение, здесь есть разделение, потому что за что-то ответственна компания, она может там нарушать какие-то регламенты, права и быть ответственным, а может быть персональная ответственность специалиста. Так что, чем и хороша частная практика? Один человек, ответственность не нужно ни с кем делить, ты отвечаешь за все. Владислав, Дмитрий, большое спасибо, что приняли участие в нашей дискуссии. Спасибо большое. Спасибо большое, Владислав. Спасибо. Уважаемые телезрители, спасибо, что были с нами. Ждем вас в новых эфирах программы Совет директоров. До новых встреч. Спасибо.